В эфире программа «Область культуры». Здравствуйте! В студии Ростислав Азизов. Продолжаем подводить итоги этого творческого сезона, который стал самым непредсказуемым как для зрителей, так и для самих артистов. Пандемия коронавируса внесла свои изменения в сценарий культурной жизни Амурской области. Вместо сцены – домашняя обстановка. Песни, танцы и мастер-классы в режиме онлайн стали реалиями сегодняшних дней. В виртуальном формате мы отмечали День Победы, смотрели концерты, выставки, участвовали в акциях. Культурные учреждения также дистанционно завершают концертный сезон без зрителей и аплодисментов. В середине марта, несмотря на грандиозные планы в учреждениях культуры, начали отменять массовые концерты. Некоторые выступления переносили на другие даты. Такое решение было принято в правительстве региона из-за распространения ковид-19. Сначала можно было собираться в залах по 50 человек, потом их и вовсе закрыли. Но амурские артисты и творческие коллективы продолжили работать, но уже в режиме самоизоляции. Мы встретились с руководителями областных учреждений культуры и узнали, какими событиями им запомнился этот творческий сезон. Для Амурской областной филармонии этот сезон был богат на юбилей. Сразу три коллектива отметили дни рождения большими концертами хор Возрождения, ансамбль Карусели, шоу Балет Максимум. Кстати, все выступления артистов можно было увидеть на сайте учреждения в первые дни самоизоляции. В таком формате мы еще ни разу за всю историю Амурской областной филармонии не жили и не существовали. И мы уже за неделю до ухода, до официального ухода начали прорабатывать какие-то форматы. И благодаря этому мы, наверное, одни из первых перешли в онлайн-формат, и сайт трансформировался, и теперь он носит название, и пока до сих пор носит название Амурская областная филармония дома, появился некий уютный символ диван. На сайте филармонии разместили аудиосказки, которые читают известные амурчане. Также здесь можно пройти тесты и принять участие в викторинах. Очень долгое время не могли даже попасть в здание Амурской областной филармонии, поэтому придумалась и реализовалась такая идея неких квартирников, в котором в очень замкнутом пространстве встречались наши артисты, семейные пары, прежде всего, изначально, а чуть позже, когда стало возможным, стали встречаться дуэтные номера. И в результате этого родилось несколько таких онлайн-квартирников, где мы, наверное, наших артистов узнали с абсолютно другой точки зрения, потому что это были очень такие трогательные, тёплые лаунж-вечера под гитару. Несколько дней режиссёры и ведущие филармонии работали ещё над одним проектом, естественно, в режиме онлайн. Вместо зрителей – камера. Так проходила запись очередного концерта, который также уже можно увидеть на сайте. Он посвящён закрытию сезона. Главными участниками в этот раз будут, наверное, даже не артисты, а вы, уважаемые дорогие зрители, потому что мы предложили на наших аккаунтах, проявили голосование, и наши зрители определяли самые любимые, самые понравившиеся номера концертного сезона, из которого будет сформирован такой плейлист и целый концерт, посвящённый закрытию концертного сезона. Не менее ярко прошёл творческий сезон в АУДНТ. Помимо представлений и отчётных концертов, сотрудники учреждения культуры организовали около трёх тысяч мероприятий. Это выставки, мастер-классы, конкурсы и различные акции. Мы совершенно в другом формате стали работать с нашими национальными объединениями. Мы открыли этнокультурный центр, мы открыли постоянно действующую выставку, мы провели Венкийский Новый год. Вся Амурская область очень быстро и качественно перешла на работу в режиме самоизоляции. Мы сделали ту работу, на которую не могли решиться, наверное, несколько лет, потому что мы всегда считали, что это очень долго, это надо думать, продумывать проекты. Но оказалось, что такая ситуация, всё сработало очень быстро, один щелчок и всё. В режиме онлайн сотрудники АУДНТ провели флэш-мобы, в которых принимали участие жители всей Амурской области. День танца. Это был первый опыт, потому что никогда всей областью мы не танцевали в режиме онлайн. У нас танцевала вся область, практически 100 танцоров присоединилось к этому проекту. День победы тоже совершенно неожиданно прошёл у нас в режиме онлайн и практически без подготовки. Амурская область провела почти 350 мероприятий в режиме онлайн. Во всём этом действии участвовало почти 700 тысяч человек. Амурский областной дом народного творчества провел три областных акции. Впервые поспели эту замечательную песню «День победы» на разных национальных языках. Ах, ты, макияй, ссоре, ворудбаться каютю, им и дас, бомуй, ой, и сапрет, лепая радость со слезами на ручках. В планах АУДНТ продолжить работу и в летнем сезоне на сайте в инстаграм-аккаунте учреждения будут проводить познавательные мастер-классы для детей и не менее интересные проекты для взрослых. Они дарят людям радость. Ежегодно 25 марта работники культуры отмечают свой профессиональный праздник, который объединяет сотрудников музеев и библиотек, актеров, музыкантов, певцов, танцоров, театральных работников, специалистов домов культуры, городских и сельских клубов. В преддверии торжественной даты лучших работников Амурской области поздравляют. В этом году торжество провели в Театре кукол для 50 человек. Именно такой кампании можно было собираться. Тогда в Преамуре еще не было зафиксировано случаев заболевания коронавируса. Культурный квиз объединил всех перед началом праздника. Шесть команд боролись за призы, отвечая на сложные вопросы ведущего. Они думали, спорили и отстаивали свою точку зрения. Мы всегда с большим удовольствием встречаемся на этом празднике, потому что это возможность обсудить планы на будущее, возможность договориться о каких-то предстоящих концертах, что-то придумать новое и необычное. А в этом году нас действительно удивили организаторы необычным форматом к празднованию этого дня. И вот формат интеллектуальной игры показал, насколько все-таки мы дружны, насколько все-таки мы команда. Я думаю, результаты об этом говорят. В итоге, набрав больше всего баллов, победителями стала команда директоров областных учреждений культуры. Они рассказали и о проделанной в 2019 году работе. Самая распространенная и самая большая сеть учреждений – это у нас культурно-досуговые учреждения, библиотеки и музеи. Подвели основные итоги, наметили планы на 2020 год, проговорили, как мы будем работать в период противоэпидемических мероприятий. Это мероприятие очень важно для обмена опытом, для того, чтобы люди встретились и подвели какие-то итоги, и поняли, кто на каком уровне, кто чего-то достиг. Даже, может быть, поделились, похвастались своей работой. Ну и вообще встретились, по-человечески поговорили, обсудили свои насущные проблемы. При Амуре действует более 300 библиотек. Сейчас учреждения культуры переведены в режим онлайн. Любой желающий может оформить книгу и почитать ее на компьютере или планшете. Также продолжается работа по созданию модельных библиотек. Конечно, очень важно, когда выделяются средства, и библиотека становится современным, современным помещением, современным оборудованием, современной мебелью, с новыми документами в библиотечном фонде. Это привлекает наших читателей, потому что самая главная наша задача – привлечь, конечно, молодежь в наши библиотеки, заинтересовать их. И в современном окружении интерьеров все-таки давать правильную, проверенную информацию, чем занимаются библиотеки каждый день. Большую работу в прошлом году провели сотрудники музеев Амурской области. Более 5000 единиц хранения приняты всеми музеями, музейный пункт. Оформлено более 800 выставок, проведено более 11 тысяч мероприятий. Музеи посетили в прошлом году более 700 тысяч человек. Ну и, конечно, было очень много работы, посвященной памятным датам. Мы все помним, что прошлый год был объявлен годом театра в России, и музеи готовили к этой дате выставки. В музее готовили выставки к 30-летию вывода советских войск из Афганистана, к юбилеям городов и районов. Очень большая работа была проделана музеями по подготовке экспозиции по современной истории России и Амурской области. Также в Краевеческом музее 9 мая состоялась онлайн-презентация новой юбилейной экспозиции «Память славы жива». Ее посвятили Амурчанам, участникам Великой Отечественной войны. На новой экспозиции можно увидеть медали, письма, фотографии и документы. Также в четырех залах размещены личные предметы Амурчан, которые сражались с фашистами. Сразу после совещания в зрительном зале Театра кукол собрались работники культурных учреждений «При Амурья». Для них цветы и теплые слова поздравлений, ведь искусство играет важную роль в жизни каждого. Я по образованию врач, и поэтому вам скажу так. Вот вы знаете, врачи все-таки лечат по большей части свои тела, а вы, дорогие наши, лечите души. 20 лучшим культурным деятелям вручили благодарственные письма. Также на концерте подвели итоги нескольких региональных конкурсов. Пожалуй, больше всего этот праздник запомнился актрисе театра драмы Марине Щекиной. Ей присвоили почетное звание «Заслуженный артист Амурской области». Я родилась, я уже знала, что я буду артисткой. Я так думала. Хотя я сначала связала судьбу с музыкой. Я музыкальное училище закончила. Но все равно знала, что все равно я поеду, поступлю. Ну, конечно, мечтала в какую-нибудь Москву, в кино и все такое. Но оказалось, вернулась на родину. Так получилось. Я амурская сама. И, в общем-то, не жалею. Здесь есть больше возможности себя реализовать, чем в каком-то большом городе, где толпы тысяч людей, которые стараются себя показать, реализовать, протолкнуться. А здесь тебя видят. За 27 лет на амурской сцене Марина Щекина сыграла в 80 спектаклях. Были драмы, комедии, детские постановки и даже детективные истории. Но особенной артистка считает премьеру 2004 года. Это «Волки и овцы» Островского. Я играла роль Купавины. Ну, это героиня главная, можно сказать. И вообще Островский – это мой автор. Я любимый мой автор. В праздничный вечер шесть амурчан также получили звание заслуженных работников культуры. На сцене театра вручили и награду Всероссийского фестиваля «Салют Поведы», в котором концертная программа амурских артистов была признана лучшей в стране. Сегодня действительно очень волнительный день. И я, наверное, волновалась за всех, кто принимал участие в этой программе, потому что это наш большой коллективный труд. Конкурс проходил заочно. Съемки проекта состоялись еще в октябре 2019-го. На сцене выступило 276 человек. Это творческие коллективы АУДНТ, филармонии, театра кукол, студенты колледжа искусств и культуры, а также оркестр и даже курсанты ДВОКУ. В спектакле для взрослых и детей в этом творческом сезоне амурские зрители увидели 11 премьер. В Театре кукол показали 6 спектаклей, в Театре драмы – 5. Одной из первых была история Аллы Паруса, режиссера Анны Трояновой. Тут! Близехонько! Актеры также представили вниманию зрителей детективную комедию «Дура» и спектакль «Зачем пойдешь, то и найдешь». Также на сцене театра драмы в этом сезоне можно было увидеть открытые читки. Это новый проект, с помощью которого зрители могут узнать больше о закулисье. Прошедший сезон был очень и очень насыщенным. Начнем с того, что мы были на замечательных гастролях в Великих Луках. К нам приезжали новые театры, которых мы раньше не видели здесь на нашей сцене. Это очень здорово. Дальше, что интересно было у нас? Свои премьеры были замечательные, интересные, разнообразные. Была классика, были комедии, были спектакли для детей. И, к сожалению, к финалу мы пришли немножечко обескураженные, потому что эта пандемия нас подкосила. Немножко морально, чуть-чуть. А так, это все потому, что театр – коллективное творчество. И как ты там не работай на удаленке, невозможно создать спектакль, если нет работы на сцене, если нет работы в зале и если нет зрителя. Но все же в театре драмы рискнули и начали работу в режиме онлайн. Сначала на сайте учреждения можно было увидеть отрывки из спектаклей прошлых лет. Потом актеры стали записывать видео из дома. Песни, монологи и стихи. Сейчас они продолжают работу над новыми постановками, но дистанционно. Мы готовы работать с нашими зрителями дальше и готовы порадовать уже новой премьерой в новом сезоне. Премьера – это была практически… Работа над ней завершена, постановка спектакля, номер с фруктами Александра Коровкина. Это комедия. Веселая, смешная, может быть, дурашливая, но на самом деле она есть. И сейчас проект намечается глобальный, большой – это Евгений Онегин по Пушкину. Это будет здорово. И это здорово будет, потому что это для школьной программы хорошо. И потому что, к сожалению, дети мало читают, но мы хотя бы со сцены им почитаем Евгения Онегина. И, может быть, они поймут, что такое пушкинское слово. Я сказала, что судьба моя зависит от твоего дядю. Что он сам приехать обещался в письме своем. Сезон начинался очень активно и очень плотно, и очень плодотворно, потому что мы начали сезон с поездки в Белгород, большие гастроли. Мы поставили три премьеры. Это «Мцири», «Картонное сердце», «Маленький принц». Для малышей восстановили «Медвежонок», «Рим Тим Ти». Это все до Нового года. Естественно, 55-летие, закрытие годы театра, поездки по Амурской области с мастер-классами и спектаклями. Мы поставили спектакль «Северная копытца». Ну, к сожалению, показать его практически не успели, потому что ушли на карантин. На огонь в окошке щурится. Тут живет петух и курица. Не остановилась работа. В период самоизоляции в Театре кукол артисты не могли репетировать на сцене, но с радостью придумали новые способы общения со зрителями. Они читали сказки, рассказывали личные истории, пели и даже делились секретами актерского мастерства. Вообще в онлайн уходить тяжело. Когда артист выходит только на камеру и говорит неизвестно кому, и не знает, кто его увидит, нет обратной связи. Вы знаете, ну, в начале апреля была такая ситуация. Мы как-то немножко не понимали. И ребятам было сложно раскрыться. Тут он выходит, видит зрителя, и посыл кому? Зрителю. А здесь посыл кому? Телефону. Вот. Поэтому, ну, сейчас, понимая, что, ну, мы пока еще не выпускаемся на свободу, и понимая, что мы очень не хотим, чтобы зритель о нас забыл, мы сейчас готовим кукольный концерт, который каждый день по серии будем выкладывать в Инстаграме и других соцсетях, для того, чтобы зритель наш увидел, что артист уже хочет работать. Не соскучились по кукле, по песням. По словам Лидии Потемкиной, артисты уже соскучились по сцене. Кстати, в новом сезоне в театре представят два спектакля. Это «Принцесса на горошине» и «Полторы горсти». Над постановками они работают дома. Дистанционно обучаются и студенты Амурского колледжа искусств и культуры. С будущими музыкантами, хореографами и режиссерами педагоги работают по видеосвязи или же отправляют им задания по электронной почте. Еще накануне они занимались в хореографических классах. Теперь вот так, дома, на кухне. Но ребята не унывают и поддерживают друг друга. Готовятся к защите своих проектов и сдают экзамены. Все проходит по плану, как мы запланировали, все вовремя. Единственные студенты сейчас находятся на дистанционной форме обучения с преподавателями. Мы столкнулись с такой новой формой проведения занятий. Это для нас некоторый опыт, потому что если впредь у нас будут такие же онлайн-уроки, мы уже будем знать, как их проводить. Также в колледже готовятся принять новых студентов. Все желающие и потенциальные абитуриенты нашего колледжа имеют возможность подать заявление в онлайн-режиме на нашем сайте. Также начала работа приемная кампания. То есть мы отвечаем на вопросы наших потенциальных студентов, принимаем документы. И по плану, пока у нас вступительные экзамены будут проходить в начале августа, я думаю, так оно все и будет. Встречи со своими учениками ждут и педагоги Центральной детской школы искусств, которые уже два месяца работают с юными музыкантами и художниками онлайн. В это время действительно у нас зал не замолкает от детского смеха, от детской игры, музыки и так далее. Ну, теперь посмотрите, зал, конечно, очень непривычный, нетрадиционный, особенно для этого времени, когда идут уже выпускные экзамены. В онлайн-режиме сдаем все, как все, так и мы. Но, конечно, очень интересно, потому что это все-таки не математика, и физика, и русский язык. Особенно интересно в дистанционном режиме настраивать музыкальные инструменты, тоже очень интересно. Ну, такая легкая грусть, но и все-таки мы не унываем, потому что мы верим, мы надеемся, что все придет в свое русло, все будет как и прежде, и мы продолжим обучение не дистанционно, а вот так, как и должны обучаться. Каждый день дети радуют педагогов и присылают свои видео, где они играют на разных инструментах, поют, танцуют и даже разыгрывают с родителями театральные миниатюры. И девицы под окном пряли поздно вечерком. Это был нестандартный сезон. Именно так можно назвать 9 месяцев творческой работы режиссеров, дизайнеров, художников, костюмеров, бутафоров, работников сцены, директоров и, конечно же, артистов, для которых главная награда – это аплодисменты зрителей. Но, увы, они их не слышали два месяца. Вместо оваций – лайки в Инстаграме и просмотры на YouTube-каналах. Но сегодня, подводя итоги концертного сезона, мы хотим вспомнить, как зрители, вытирая слезы, плакали на спектаклях, кричали «Браво!» после исполнения любимых песен и по-детски радовались новым постановкам и номерам. Будем служить культуре, это давно известно. Жить без нее так пресно, был бы мир наш пусты. Дома порой заботы, и снова спасет работа. Просто всегда так важно мир в душе обрести. На этом у меня все. Проводите время с пользой и оставайтесь с культурой онлайн для того, чтобы уже в новом сезоне встретиться в уютных залах и лично сказать спасибо любимым артистам. До свидания.